здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я очень рад приветствовать вас на канале про цветок сегодняшний наш выпуск мы посвятим выращиванию томатов и других овощей в горшках это является достаточно популярной темой многие выращивают овощи у себя на балконе где-то на крылечке может даже в офисе точно так же как у меня и даже специально этот выпуск сегодня я веду из офиса чтобы показать что на самом деле овощи можно выращивать не только в огороде но и в комнате в квартире на балконе в обыкновенном офисном помещении это интересно это увлекательно это полезно однако же при выращивании растений в горшках садоводы огородники зачастую встречаются с целым рядом трудностей и проблем самой главной проблемой самым главным лимитом при выращивании растений в таких условиях является безусловно объем вот тот объем в котором мы выращиваем наше растение для того чтобы растение получало достаточное количество питания растения томата или огурца на одно растение ему нужно как минимум 20 литров земли как видите вот здесь горшки не более двух литров естественно что в таких условиях выращивания каких-то крупных растений детерминантов высоких поздних является затруднительным в этой связи при выращивании растений в небольшом объеме необходимо подбирать сорта детерминантного типа ну в частности для томата для огурца это должны быть кустовые низкорослые малорослые какие-то сорта или сорта гибридного типа сейчас их уже достаточное количество в отношении перекрестно опыляемых растений при выборе сортов необходимо отдать предпочтение портенокорпическим сортам связи с тем что они не требуют обязательного переопыления особенно что касается огурца и плоды могут завязывать без вмешательства насекомых случае же томата здесь необходимо иметь ввиду только скороспелость и низкорослость растений как правило низкий рост растения связан и с небольшим объемом корневой системы несмотря на то что вот мы выбрали сорта балконное чудо здесь вот уже кисти на растениях вот здесь уже есть плодики небольшого размера цветение идет он детерминатный детерминатный это означает что рост заканчивается кистями вот здесь наверху будет конце концов кисти и томат высоту больше расти не будет но несмотря на то что мы взяли такой детерминатный короткостебельный сорт все равно роста корням не хватает вот можете видеть здесь подрастают корни они могут даже отмирать потому что им здесь расти совершенно вот некуда внизу соответственно необходимо помнить что для успешного выращивания растений на балконе ну например или в офисе горшках им необходимо постоянное питание вот если бы я вынул такое растение из горшка можно было бы увидеть что весь ком вот здесь весь полностью оплетен корнями там уже почвы внутри почти нету все органическое вещество минерализовано и употреблено растением для роста и развития для того чтобы не допустить дефицита элементов питания для этого необходимо конечно же такие растения постоянно подкармливать как их необходимо подкармливать в первую очередь в начале роста им необходимы азотные удобрения азот являются приоритетным элементом в подкормках в тех растворах которые вы вносите с момента начала цветения азот необходимо уже немножечко уменьшить прекратить такое активное насыщение растений азотом необходимо отдать предпочтение калию и фосфору если оставить азот в том же количестве который поступал и в начале роста растений то можно вызвать жирование растений с которым в общем-то не сложно бороться главное вовремя его заметить и вовремя принять меры какие смотрите наших будущих выпусках давайте посмотрим на физиологическое состояние вот вот этого растения давайте его оценим ну он находится уже во второй половине вегетации здесь имеется уже отсветшие кисти здесь имеются плоды верхушка у нас достаточно хорошим тургаре мы растение систематически поливаем признаков хлороза какого-то голодания нету но вот обратите внимание вот на эти нижние листья посмотрите они немножечко скручены вообще считается что вот такое скручивание листьев лодочкой является признаком жары да действительно жара вызывает вот такие вот симптомы скручивания листика в лодочкой чаще всего однако это не единственная причина почему листочки могут таким вот образом реагировать листочки точно также могут реагировать на систематический дефицит влаги листочки могут так реагировать на перепады влажных и сухих периодов если вы приезжаете в теплицу изредка и не можете ежедневно поливать ваши растения то как раз такой симптом тоже может наблюдаться вы один-два раза в неделю пролили растения как следует после этого теплицу закрыли оставили только проветривание уехали через неделю приехали видите вот такой симптом значит растение в какой-то период времени не хватило влаги кроме того такой вот симптом такая вот лодочка может формироваться в связи с дефицитом элементов питания среди основных элементов питания которые могут формировать подобного рода симптомы это медь но те кто использует медные препараты своих теплицах для борьбы с болезнями конечно не могут столкнуться с дефицитом меди меди будет растением всегда хватать а вот те кто избегает медных препаратов особенно в начале вегетации растений могут увидеть и такой вот симптом также такое скручивание листиков лодочкой может свидетельствовать о нехватке цинка соответственно необходимо внести цинковые удобрения где взять тоже смотрите в наших выпусках мы об этом расскажем кроме всего прочего вот эти нижние листья к моменту формирования кисти начинают отдавать свои питательные вещества в более высокие ярусы растения конечно те вещества которые могут перетекать по растению многие не могут кальций не может калий затруднением перетекает из одной части растения в другую бор не может тоже таким образом перетекать ну а азот сахара и магний другие вещества они как раз могут мигрировать в те места где они больше всего нужны кроме того если мы имеем дело с горшком только же такого риска нет а вот если мы имеем дело с грунтом то вот эти листочки могут касаться почвы и могут являться таким проводником инфекций которые живут в почве соответственно на растение это касается фитофторы и целого ряда других заболеваний поэтому если вы видите что ваши листочки имеют какие-то пятнышки нижние скрутились лодочка уже не такие красивые вы можете их смело удалить лучше всего их обрезать и оставлять вот такие вот пенечки ну вот здесь уже хлорозик есть какие-то пятнышки это свидетельство это свидетельствует о том что в какой-то момент времени растению возможно немножко не хватило питания и начался активный отток питательных веществ туда куда это необходимо куда растению нужно ничего страшного в этом нету их можно легко вот таким вот образом удалить ну конечно специально большое количество листьев на растении удалять не нужно если только это не связано с необходимостью прекратить жирование и перевести растение в генеративную фазу роста формирование растения поскольку это детерминатный такой резко детерминатный сорт балконное чудо то мы здесь удалили несколько пасынков нижних раз два три четыре узла удалили а все остальные оставили и больше пасынки удалять не будем потому что именно на пасынках будет формироваться здесь основная часть урожая это характерно для детерминатных сортов томата и тех сортов которые в основном выращиваются в открытом грунте как раз это детерминатные более ранние сорта настоящее время мы ведем активную подкормку этих растений фосфорными калийными и магниевыми удобрениями для чего нам это необходимо конечно в первую очередь для обеспечения плода образования и формирования вкусных сладких плодов хорошо известно что фосфор является тем элементом который обеспечивает сладость и фруктов и овощей именно в том случае если потребляемой частью растения является плод мы уже делали рекомендации относительно подкорма клубники в период перед плодоношением и во время плодоношения фосфорными удобрениями быстрым фосфором поскольку фосфор достаточно тяжело усваивается из удобрений значит можно приготовить соответствующий раствор калийные удобрения также очень важны потому что калий как раз отвечает за перетекание питательных веществ из листьев в плоды именно в листьях формируются питательные вещества благодаря фотосинтезу в первую очередь конечно сахара благодаря калию в том числе калию они попадают в плоды и по таким образом обеспечивается сладость плодов очень важен магний магний входит состав хлорофила фотосинтезирующего пигмента фотосинтез обеспечивает накопление сахаров калий их перетекание из листьев плод и фосфор обеспечивает накопление правильное распределение превращение этих веществ вот в те сахара которые как раз дают сладость внутри плода поэтому вот эти три элемента являются ключевыми для обеспечения сладости и соответственно для обеспечения вкусных плодов их достаточно хорошего количества это касается не только растений выращиваемых в таких вот мало объемных горшочках это касается и растений выращиваемых в теплицах но другое дело что в теплице мы систематически ведем подкормки калием и фосфором а вот здесь горшочек маленькие питательные вещества оттуда достаются извлекаются растениям очень быстро поэтому здесь очень высоки риски получить резкий острый дефицит питания растениям и формирование либо очень низкого урожая либо урожая с низкими потребительскими такими вкусовыми ароматическими свойствами и качествами ну необходимо конечно же напомнить что бор является очень важным элементом для обеспечения сладости растений и для обеспечения здоровья растений потому что бор отвечает за накопление кальция при правильного распределения кальция по растению случае дефицита кальция если бы мы здесь здесь имели дефицит кальция мы вообще имеем риск дефицита всех элементов питания повторюсь то мы бы уже здесь столкнулись с вершиной гнили вершины гнили у нас нет именно благодаря тому что мы используем хорошие комплексные удобрения какими удобрениями здесь можно пользоваться конечно нужно читать этикетки оптимальным вариантом является жидкие удобрения или составы которые легко растворимы их сейчас огромное количество всевозможные там кемиры что угодно они кристаллон очень хорош они легко растворяются они имеют большую линейку с азотом с калием с фосфором с фолием с фосфором калием с микроэлементами и так далее на каждый период роста растения можно подобрать свой вот в начале роста подбирали мэры удобрения с преобладанием азота а вот сейчас в середине вегетации второй половине вегетации подбираем удобрения с преобладанием калия фосфора и магния вот здесь вот если посмотреть на верхушечки пристально очень вот даже даже в этих условиях когда они растут за стеклом и инсоляция освещения не такое большое здесь видно что верхушечки имеют слабо фиолетовый цвет это нормально это правильно это не имеет отношения к фосфорному голоданию поэтому если вы увидели что верхушечки ваших растений в теплице немножечко имеют фиолетовую окраску это хорошо это свидетельствует о хорошем физиологическом состоянии ваших растений если у вас вдруг в середине дня в случае если ваши растения стоят на солнце верхушечка завяла немножечко вот так поникла это тоже ничего страшного это свидетельствует о том что растение хорошо испаряет влагу что питательные вещества из почвы имеют возможность хорошо подниматься сюда вверх соответственно все хорошо работает в том случае если после полива вечернего к утру тургор то есть вот эта плотность верхушек в полной мере восстановилась ну плодики здесь образовались они уже такого белесого цвета и конечно иногда хочется чтобы они поскорее созрели что в этом случае нужно сделать для того чтобы вызвать ускоренное созревание плодов конечно здесь нам помогут в первую очередь подкормки янтарной кислотой она ускоряет развитие растений и и препаратами которые содержат гиберелиновые кислоты совместная такая подкормка 1 грамм на ведро воды янтарной кислоты плюс препарат гиберелиновой кислоты это может быть или зависть или бутон или любой другой состав входит гиберелиновая кислота использованы по инструкции растворенные в этом же растворе вот совместная обработка этими растворами поможет ускорить созревание плодов кроме того гиберелиновая кислота еще и повышает сладость плодов это тоже очень важно кроме всего прочего есть такой небольшой лайфхак как повысить сладость плодов особенно тех которые выращиваются в небольшом объеме грунта небольшом объеме почвы это обработки легкими растворами глицерина глицерин является энергетической такой молекулой которая поглощается растением включается в обмен веществ поставляет энергию растению а сахара которые образовались в листьях могут тогда достаточном количестве перетекать в плоды для этого необходимо приготовить от полупроцентного до 1 процентного раствора глицерина то есть от 50 до 100 грамм глицерина на ведро воды сделать такой раствор этим раствором можно легко опрыскать растения а также можно проливать растения пролив растения глицерином поможет нам и поддержать почвенную микрофлору здесь горшочках да и в теплице тоже и соответственно нормализовать энергетический баланс растения обычно если в офисе выращиваются томаты или перцы или какие-то другие овощи они не страдают от вредителей хотя конечно риск всегда есть что из окна прилетит или тля или клещ или кто-то еще но когда выращиваются растения на балконе особенно в условиях города то очень высокие риски различных болезней и вредителей это связано с неблагоприятными условиями городской среды воздух зачастую слишком пересушен какая-то небольшая пыль копоть но самое главное сухость воздуха и дисбаланс между поливом объемом нахождения корней в почве ветрами и так далее если ваши растения от них не защищены где-то на балконе ну особенно на застекленных балконах в городе зачастую бушует клещ что делать в случае если вот у вас растения начали поражаться какими-то болезнями или вредителями у нас достаточно много выпусков на тему как сделать профилактику фитофторы как сделать профилактику или лечение повреждениями паутинным клещом среди этих методов можно выбрать те которые вам больше всего подходят экологически безопасные безопасные для здоровья если вы ежедневно наблюдаете ваши растения соответственно вы можете ежедневно делать и обработки или еженедельно ну то есть той периодичностью с которой вы имеете возможность это делать соответственно выбирайте удобный для вас рецепт подходящий для вас рецепт обрабатывайте ваши растения ну и не забывайте что самое главное для растений находящихся небольшом объеме почвы обеспечить им достаточный уровень питания и правильный баланс питательных веществ на этом я прощаюсь с вами надеюсь что наш выпуск поможет вам выращивать растения не только в огороде но и у себя дома в офисе на даче где-то на загородном доме если у вас нет возможности поставить теплицу но вы можете каждый день их поливать соответственно можете их и выращивать вот и как декоративные растения и как овощные растения и для эстетики и для детей дать им возможность поухаживать за такими растениями это очень важно спасибо вам за внимание